Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге чисел. Сегодня мы будем читать четвертую главу этой книги, точнее делать просмотр тем. А четвертая глава рассказывает об обязанности сынов Каафовых, и мы прочитаем отрывок. «И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, исчисли сынов Каафовых из сынов Левия, продам их по семействам их от 30 лет и выше до 50 лет». То есть, если на войну человек мог идти в возрасте 20 лет, то приступать к богослужению он мог только в 30 лет. Поэтому и Христос выходит на общественное служение, когда ему исполнилось 30 лет. Происходит явление Христа народу на Иордане. «От 30 лет и выше до 50 лет всех способных к службе, чтобы отправлять работы в скинии собрания. Вот служение сынов Каафовых, левитов, по родам их, по семействам их, в скинии собрания носить святое святых». То есть, это особое служение было, я бы сказал, ангельское служение сынов Каафовых, они носили ковчег завета. Мы знаем, что Господь восседает на троне, и ангелы несут этот трон. Это, конечно, образно говорится в Писании. Так вот, сыны Каафовых, они выполняли подобное служение. Вот здесь мы с вами прочитали от 30 лет и выше до 50 всех способных к службе. Вот это уточнение всех способных к службе позволяет людям старше 50 лет продолжать свое служение, если сил у них достаточно, и они остаются способными к службе. В русской церкви священники стараются служить до смерти, насколько только хватает сил, и каждый священник об этом мечтает, чтобы до конца совершать свое служение. Пятый стих. «Когда стану надобно подняться в путь, то есть когда весь стан поднимается, Арон и сыны его войдут и снимут завесу закрывающую, и покроют ею ковчег Откровения, и положат на нее покров из кож синего цвета, и сверх его накинут покрывало все из голубой шерсти, и вложат шесты его». То есть голубой и синий цвет небесный, он преобладает, когда накрывают сам ковчег завета, чтобы подчеркнуть небесное происхождение тех таинств, которые происходили там, когда Господь беседовал через ковчег завета. «И стол хлебов предложения накроют одеждой из голубой шерсти, и поставят на нем блюда, тарелки, чаши и кружки для возлияния, и хлеб его всегдашний должен быть на нем, и возложат на них одежду багряную, и покроют ее покровом из кожи синего цвета». Опять вот этот небесный цвет здесь говорится по-разному. Иногда говорится голубой цвет, иногда говорится синий. Синий — это глубина неба, а голубой — это пространство более близкое к нам. То есть в понимании древних существовало семь небес, и как бы ближнее небо, дальнее небо. И они это так и понимали. И возложат на них одежду багряную. Багряная одежда — это указание на жертвы. И покроют ее покровом из кожи синего цвета. То есть жертвы багряный цвет принимаются небесами, синий цвет, и вложат в шесты его. И возьмут одежду из голубой шерсти, покроют светильник, и лампады его, и щипцы его, и лотки его, и все сосуды для Илея, которые употребляют при нем. И покроют его, и все принадлежности его покровом из кож синих, и положат на носилки. Таким образом выделяются три цвета. Голубой, синий и багряный. Голубой — это ближайшее к нам небо, по которому, когда жертву приносится, дым воскуряется в ближайшие небеса. Синий — это глубокое небо, багряный — это кровь жертв, которая указывала на кровь Иисуса Христа, который взошел на небеса, в самую глубину небес. И золото. Вот эти цвета, в основном, они доминировали, когда люди смотрели на эти святыни, прежде всего священнослужители. И на золотой жертвенник возложат одежду из голубой шерсти, и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его. И шесты вкладывают для того, чтобы можно подойти тем, которые носят святыни, поднять на плечи, не касаясь самих этих святынь, и нести. И вложат шесты его, и возьмут все вещи служебные, которые употребляются для служения в освятилище, и положат в одежду из голубой шерсти, и покроют их покровом из кож синих, и положат на носилки. И очистят жертвенник от пепла, и накроют его одеждой пурпуровой. Жертвенник – это место, где сжигается кровавая жертва, или хлебоприношение. И положат на него все сосуды его, которые употребляются для служения при нем, угольницы, вилки, лопатки и чаши, все сосуды жертвенника, и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его. И возьмут пурпуровую одежду, и покроют умывальник, и подножие его, и положат на них кожаное синее покрывало, и поставят на носилки. То есть все, что сейчас находится в алтаре православном, тогда тоже присутствовало, в принципе. И семисвешник есть в алтаре, и жертвенник есть, и кадильница есть, и умывальник. В каждом православном алтаре все это присутствует. И надо помнить о том, что когда Моисею Бог давал повеление все это изготовить, мы видели это, когда изучали книгу «Исход», то Господь говорил, сделай все это по образу небесной скинии. И показаны были образцы всех этих вещей, как бы из небесной скинии, из небесного святилища. «Когда при отправлении в путь стана Аарон и его сыны покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, сыны Каафа, они не священники, они только левиты, а чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Сии части скинии собрания должны носить сыны Каафа. И вот в Библии, в книгах царей рассказывается, что муж по имени Оза, он увидел, что ковчег накоренился, дерзкой рукой прикоснулся, и Господь его умертвил. Елиазару, сыну Аарона, священника, поручается елей для светильника и благовонное курение и всегдашнее хлебное приношение и елей помазания. Поручается вся скиния и все, что в ней, святилище и принадлежности его. То есть пересвященник все равно отвечает за все это, хотя многие люди участвуют в переноске всего этого. В частности, вот эти сыны Каафовы. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Не погубите колено племен Каафовых из среды левитов, но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли». То есть при переноске этих святынь. «Когда приступают к святому святых, Аарон и сыны его, пусть придут и поставят их каждого в служение его и уношу его». До саби ади, то есть сыны Каафовы, не должны подходить, смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть. Потому что видеть святыню могли только священники действующие. Они покрывали все это. И все это было за зависой. Такая была капитасма, за которой все это было закрыто. И обязанность священников. Они расставляли левитов рядом с шестами и по команде, и расставляли тогда, когда уже все было покрыто. И по команде те поднимали эти предметы, шесты клали на плечи и переносили с величайшим благоговением. Вот до революции, когда перевозили святые дары, мне рассказывал старый священник, вызывали кучера, и там была такая подставка у вот этих карет, куда вставлялся фонарь специальный, который означал, что это святые дары везут. И колокольчиком еще в алтарник звонил. Иногда полицейский мог скакать впереди, чтобы дорогу расчищать для святых даров. И все проходящие понимали, что этот священник везет святые дары причащать умирающего. Все останавливались там, а некоторые делали земные поклоны. Далее перечисляются обязанности сынов Герсановых, сынов Мерариных. Это мы опустим, потому что здесь повторяются работы, которые они должны выполнять. И с 34 стиха и ниже перепись левитов, годных к службе от 30 до 50 лет. И исчислили Моисей и Арон, начальники общества сынов Каафовых, по родам их и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, всех способных к службе. Вот эта оговорка, на которую я обращал внимание, для работы в Скинии, собрания. И было исчислено по родам их 2750. Это исчисленные из родов Каафовых все служащие при Скинии собрания, которых исчислил Моисей и Арон по повелению Господню, данному через Моисея. Вот эта группа, 2750, они переносили святыни и, скорее всего, они сменяли друг друга, потому что могли быть длительные переходы, и чтобы не истощались силы у сынов Каафовых, одни могли замещать других. Далее говорится об исчислении сынов Герсона по родам их, об исчислении сынов Мирариных по родам их. И в окончании этой главы мы читаем, «И исчислены все левиты, которых исчислил Моисей и Арон, начальники Израиля, по родам их и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способны их службе для работ и ношения в Скинии собрания. И было исчислено их 8 580. По повелению Господню через Моисея определены они, каждый к своей работе и ношению, и исчислены, как повелел Господь Моисею». То есть здесь порядок исчислений делался для того, чтобы, возможно, устанавливать чреды и договариваться, как одна чреда будет сменять другую. Даже если Скинии собрания долгое время стоит на одном месте, а такое было, то левиты участвовали в охране святыни. Не в том смысле, что кто-то мог что-то украсть, а чтобы, когда толпы собирались на молитву, кто-то по неосторожности не приблизился бы слишком близко к святыне и, не дай Бог, прикоснулся бы к тому, к чему касаться нельзя. Казалось бы, а вот для христиан вот эти подробности все, о чем они? Вот когда выносят святые дары и возглашаются «со страхом Божиим и верою приступите», можно вспоминать вот такие тексты, как строго и серьезно относились к святыням, ветхозаветным, ветхозаветные священники. А ведь эти святыни были только образы, а тело Христа — это истина тела, ибо закон — это тень будущих благ, а тело, то есть исполнение всего, во Христе. Поэтому любые такие тексты, они обучают нас «Богобоязненности». Книга «Чисел», на мой взгляд, это книга о богобоязненности, потому что здесь рассказывается о том, как под землю провалились богохульники вместе с своими детьми и женами за то, что они дерзнули поступить неправильно, принесли чуждый огонь пред Бога. Таким образом, каждая глава несет какой-то урок нам. Если для христианина что-то непонятно, это невыученный урок. Поэтому задача священника, который комментирует книги Ветхого Завета, сделать текст именно актуальным для наших дней, чтобы некое назидание мы получали от каждой части Священного Писания. Как и сказано, все Писание полезно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok